Итак, дорогие друзья, я приглашаю вас на последний в этом году бесплатный вебинар, который пройдет 18 ноября в 18 часов 2023 года. Наша дружеская встреча пройдет в формате мастер-класса. Я поделюсь с вами, а поделюсь почему, потому что я каждый день сталкиваюсь с тем, что ко мне приходят пациенты с разными патологиями, но они все хотят быть счастливыми, здоровыми, красивыми. И вот для того, чтобы это поддерживать, конечно, когда мне ему одному приходится рассказывать, это один вариант. А когда аудитория конкретно, и поэтому я еще кроме того, что я говорю, я пригласил своих лучших специалистов для того, чтобы они поделились своим опытом, ну и разобрались, как избежать сахарного диабета, как избежать проблем с суставами, как стать нормальным членом общества, и чтобы этот член интересовался всем. Меня интересует музыка, меня интересует спорт, меня интересует все. Я выступаю на конференциях, я принимаю пациентов, помогаю им жить, решать какие-то задачи. Понимаете, мне просто при моей загруженности, ну, наверное, жить времени хватает, а мне говорят, Александр Тимофеевич, вы же хорошо выглядите. Так вот, движение – это жизнь. Ну и, естественно, спортивный зал, он нужен для чего? Для того, чтобы поддержать ту же выработку витамина D, для того, чтобы поддержать работу печени, желчного, поджелудочной, чтобы все системы координированно работали. Поэтому я вас приглашаю на эту встречу, для того, чтобы вы могли что-то взять и применить, и даже попробовать на себе, кто там как-то к этому скептически относится, а давай попробуем. Ну вот, и получается, что, чтобы избежать множества проблем в жизни, нужно немножко чуть-чуть побольше других знать. Как это побольше других? А те, кто не занимается здоровьем. Ведь представьте, только 30% населения нашей России говорит о здоровье. А ведь остальные заходят в магазин и берут то, что красиво лежит. Поэтому я хотел бы, чтобы вы выслушали и меня, и моих специалистов. Мы такое делаем, мне кажется, хороший обзор, чтобы можно было действительно что-то с этого вебинара почерпнуть. Продолжение следует...